Одному из бывших премьер-министров страны и ряду членов его кабинета выдвинуто обвинение по делу о концессии аэропорта. Антикоррупционная прокуратура сообщает о завершении уголовного расследования по одному из эпизодов дела. Объектом следствия являются незаконные действия чиновников, в том числе высшего ранга, причинившие стране 392 миллиона леев ущерба. В рамках уголовного дела ими инкриминируется совершение преступления, предусмотренного Уголовным кодексом как злоупотребление служебным положением. Речь идет о восьми публичных лицах и чиновниках, занимавших государственные посты, а именно бывший премьер-министр Республики Молдова, бывший министр экономики, бывший директор Агентства публичной собственности и его заместитель, бывший заместитель начальника отдела Агентства публичной собственности, бывший исполняющий обязанности генерального директора аэропорта, бывший финансовый директор, руководитель службы экономического анализа. Для возмещения причиненного ущерба антикоррупционная прокуратура совместно с Национальным центром по борьбе с коррупцией наложила арест на имущество и активы, обвиняемых в размере более 29 миллионов леев. Отметим, бывший премьер-министр Юрий Лянко, возглавлявший Кабмин, проголосовавший за концессию аэропорта, был заслушан по этому делу летом 2022 года. Об этом сообщала генпрокуратура. Юрий Лянко был приглашен в антикоррупционную прокуратуру, чтобы получить статус подозреваемого в деле и быть заслушанным в качестве подозреваемого. Напомним, Юрий Лянко был премьер-министром на момент подписания договора о концессии Кишиневского международного аэропорта. В состав правительства Лянко входила президент Молдовы Майя Санду, она занимала должность министра просвещения и действующий премьер Дарин Ричан, занимавший должность министра внутренних дел. Однако в отношении этих лиц информации об уголовно-процессуальных мероприятиях нет.